Пневмония – это инфекционное заболевание, которое уносит большинство детских и взрослых жизней в мире с ориентировочным числом в 2,5 миллиона человек, включая 672 тысячи детей в 2019 году. Пневмония – это инфекционное заболевание легких, вызывающее воспаление и затрудняющее дыхание. Диагностика пневмонии имеет решающее значение, особенно у детей младшего возраста. Любой человек может заболеть пневмонией, но болезнь обычно поражает детей в странах с низким и средним уровнем дохода. Недоедание, загрязнение воздуха, низкий вес при рождении, преждевременные роды, отсутствие доступа к мытью рук и недостаточное грудное вскармливание являются основными факторами риска смерти от пневмонии у детей. Во всем мире почти один из трех детей с подозрением на пневмонию не получает медицинскую помощь в необходимом объеме. Каждые 47 секунд от пневмонии в мире умирает один ребенок в возрасте до 5 лет. Тяжелая форма пневмонии манифестирует с гипоксимией, то есть низким уровнем кислорода в крови у ребенка. Решающее значение у ребенка с гипоксимией является ее ранняя диагностика и лечение. Что такое пульсоксиметрия? Пульсоксиметрия является быстрым и надежным инструментом для выявления гипоксимии, другими словами, кислородной недостаточности. Это датчик, который крепится к пальцу и измеряет количество кислорода в крови. Пульсоксиметрия является безболезненным и неинвазивным методом диагностики гипоксимии. Пульсоксиметр показывает два типа данных. Насыщение кислородом, которое отражает его количество в кровеносном русле. Частота пульса. Обнаружение гипоксимии в дополнение к другим симптомам, таким как кашель, учащенное дыхание, боль в грудной клетке при дыхании, цианоз, трепетание крыльев носа и лихорадка могут помочь в обнаружении пневмонии. У ребенка до 2 месяцев быстрым дыханием считается дыхание с частотой 60 и более в минуту. У ребенка в возрасте от 2 до 11 месяцев быстрое дыхание считается от 50 и больше в минуту. У ребенка от 1 года до 5 лет быстрое дыхание считается от 40 и больше в минуту. узнать симптомы пневмонии может спасти жизнь вашего ребенка. Антибиотикотерапия и оксигенотерапия спасают жизни. Пневмонию можно предотвратить своевременной вакцинацией, особенно против таких возбудителей, как гемофильная палочка, пневмокок и корь. Однако половина детей в мире сегодня не получают всех этих вакцин. Очень важно, чтобы каждый ребенок был полностью защищен рекомендуемыми дозами вакцин, которые помогают бороться с пневмонией. И то, чтобы разрабатывали новые вакцины против других основных причин пневмонии, таких как вирус гриппа и респираторно-сенситиальный вирус. Ты можешь помочь обучить и повысить осведомленность населения о пневмонии. Поделись этим видео, поговори со своими близкими о пневмонии, прими участие во Всемирном Дне Пневмонии, который отмечается каждый год 12 ноября, и поделись информацией в социальных сетях с хэштегом PnevmoLight и хэштег EveryBreathCounts. Пока ты смотришь это видео, из-за пневмонии умерли 4 ребенка и 10 взрослых. Остановим пневмонию, спасем жизни, за лучший мир, за новый мир. Пневмолайт